Женщина, скота моя родная, но тут нет, тут нет. Мы в течение двух дней провели небольшой опрос, который, конечно, не претендует ни на какое полноценное социологическое исследование, хотя бы потому, что он исследовал только мнение определенной части аудитории, той самой части, которая не спрашивает ни у кого, где ей поставить птичку, чтобы от нее отстали. В данном случае это и как сторонники действительно Путина, те, которые могут там аргументировать, как-то его защищать от нас, скажем так, в спорах. И, соответственно, люди, ищущие какую-то альтернативу. Мы намеренность поставили вопрос в очень мягкой форме, а именно четвертый срок или сменяемая власть. При этом под сменяемой властью все люди подразумевали совершенно разное. Чаще всего не то, что подразумеваем мы сами. Это были и какие-то альтернативные, с их точки зрения, кандидаты, и какие-то понимания какое-то свое того, что нужно от анархии до монархии. То есть пестрота общества, она, конечно, колоссальная. И она никак не согласуется с той самой обезличкой официоза, которая приписывается 86% якобы полностью лояльных, полностью согласных с некой официальной идеологией. И у нас получилось очень интересное соотношение голосов, близкое к одному, к пяти. Вот как раз сегодня мы хотели эти результаты опроса огласить и после этого уже заявить свою позицию, позицию именно нашей организации, Санкт-Петербургского демократического движения «Солидарность» и тех людей, которые стоят на достаточно жестких категоричных позициях в отношении действующей власти. Позиция «Солидарность» сводится в общем случае к активному бойкоту сегодняшних выборов, так называемых. По целому ряду причин, одна из основных, это то, что на оккупированных территориях Украины сейчас проводятся президентские выборы. Более того, есть информация о том, что крымских татар, которые решили эти выборы бойкотировать, это достаточно последовательная у них позиция. Начиная с февраля 2014 года они сопротивляются ненасильственной форме оккупации Крыма и решение для них вполне естественное. И сейчас на них оказывается очень жесткое психологическое моральное давление для того, чтобы загнать на это голосование, которое по международным законам нелегитимно. Более того, любой, мы прекрасно понимаем, кто будет, так сказать, избран, потому что избранием это можно назвать только в кавычках, но любой человек, который сейчас был бы избран на президентский пост, это был бы нелегитимный президент уже только по одной этой причине. Выборы проводятся на оккупированных территориях. Вторая причина – это нарушение российской конституции. Есть понятие конституционного предела. Оно расшифровано решением конституционного суда. Конституционный предел – два срока. Это снимает все разночтения со слов там подряд-неподряд. Таким образом, четвертый срок, как и третий, уже является даже по внутренним законам России незаконным, нелегитимным. Третья причина – она лежит в области ситуации в стране в целом, в которой уничтожены свободные СМИ, уничтожена политическая конкуренция. В этой ситуации практически все люди не могут сформировать свое мнение на основании достоверной информации. Такие выборы уже даже по этой причине не могут быть честными. Все мы прекрасно знаем предыдущий опыт подсчета голосов, доходящий до анекдота. Но даже наблюдения за этими выборами абсолютно ничего не могут дать в этом плане. В 2011-2012 годах это показали наглядно, потому что в России нет судебной системы. В России судебная вертикаль полностью подчинена президенту напрямую через главу Верховного суда и так далее. Иерархически, естественно, в таких судах невозможно опротестовать никакие итоги выборов. Все попытки такого рода, они кончались ничем. И весь комплекс отсутствия государственной системы, нормально работающей, он тоже говорит в пользу того, что данные выборы выборами не являются. Мы за этим сюда и пришли, чтобы сказать то, что никто не смеет говорить. Значит, на данном плакате усматривается негативная оценка кандидата. Я предлагаю вам прекратить правонарушение, в противном случае вы будете задержаны, доставлены в отдел полиции. А где вы, в чем вы видите негативную оценку? Значит, у вас есть две минуты для прекращения правонарушения. В противном случае вы можете быть задержаны и доставлены в отдел полиции. Так, а что такое тут? Что тут такое? Что такое так? Все, выбирайте все. Проще сделаем. Уважаемые гражданки, будем рассуждены. Пожалуйста, посторожнее, не уходите. Плакат сюда вернули. Что это вы хватаете, чужие вещи? Воспрепятствование действует только полиции. Вы поедете в отдел полиции, если будете так себя вести.